Эфир телеканала CBC продолжает специальный выпуск в студии. С вами Анастасия Лаврина. Здравствуйте. В этом выпуске будем говорить о председательстве Азербайджана в движении неприсоединения. Общим решением было решено, что председательство Азербайджана будет продлено еще на один год, а Россия же получила статус наблюдателя. Это и также процессы, которые разворачиваются сегодня в нашем регионе вокруг Карабаха. Мы будем обсуждать с нашим специальным гостем, политическим обозревателем Мурадом Сададдиновым. Мурад, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Начнем мы с новости, которая активно обсуждается в средствах массовой информации. Для Азербайджана это крупная дипломатическая победа. Еще одна это продление председательства в движении неприсоединения до 2023 года. Мы знаем, что Азербайджан стала членом этой организации в 2011 году и уже спустя всего пять лет в 2016 было определено, что, завоевав большой такой опыт, было определено, что Азербайджан с 2019 по 2022 год будет председательствовать. Сейчас, как мы знаем, за опять-таки крупные заслуги наша страна удостоена чести продлить это председательство еще на один год. Как бы вы прокомментировали это событие, что это дает нам и что еще Азербайджан может предложить 120 странам, участницам этой организации? Дело в том, что, чтобы полностью объяснить всю ситуацию, мы должны опять немножко сделать маленький экскурс в историю. Дело в том, что в этом году, в сентябре месяце этого года, будет 60-летие этого движения, движения неприсоединения. Она была создана тремя очень великими, можно так сказать, политическими фигурами. Это Иосиф Бростита, Абдель Насер и Жавахалан Неру. Значит, когда она создавалась, и главными принципами было то, что именно эти страны были подвергнуты давлению со стороны бывших канализаторов, влияние империализма и так далее. Вот именно, чтобы вырваться из этого влияния, было создано это движение. Туда, по очистству, входит практически вся Африка, вся, можно сказать, Восточная Азия. Второе по количеству. После Организации Объединенных Наций. Да, и влияние на Организация. Дело в том, что, как вы правильно сказали, буквально 10 лет всего лишь Азербайджан стал членом, и сразу же Азербайджану было предоставлено право председательствовать. И, кстати, это было принято решение в 2016 году, и это решение было принято единогласно. Все 120 стран проголосовали за это. Я думаю, что они не ошиблись, потому что они еще раз приняли решение продолжения председательства Азербайджана. И я думаю, почему это? Я бы хотел рассказать, что именно Азербайджан сделал, возглавляя эту организацию, и какие успехов добилась эта организация. Дело в том, что перед началом председательствования Азербайджан готовил серьезные и амбициозные планы своего председательства в этой организации. Но, к сожалению, ситуация в мире с ковидом внесла небольшие корректировки, и наша страна сделала это изменение, и приоритетом взяла, конечно же, борьбу с ковидом. Что мы смогли добиться? В первую очередь, конечно же, я не ошибаюсь, весной прошлого года была проведена встреча на высшем уровне, конечно, онлайн в связи с эпидемией, на которой Азербайджан предложил решение созвать специальную сессию ООН по борьбе с ковидом. И кто был против? Ну, конечно же, Армения. А кто послушал? Все, конечно, послушали. Азербайджан? Да. И решение Азербайджана было принято, и мы знаем, что в прошлом году осенью была проведена... В декабре месяце? В декабре месяце, да. Была в онлайн-формате проведена сессия. Была проведена эта сессия. И что мы смогли добиться? Мы смогли добиться принятия специального резолюции ООН по данному вопросу. А какие конкретные моменты там? Ну, вот я могу сказать, что Азербайджан выдвинул инициативу, связанную с тем, что борьба с ковидом, а именно вот вакцинация, проводится очень несправедливо в мире. Дело в том, что... Порядок распределения вакцина. Вот именно. Богатые страны захватили 85% всех ресурсов вакцин на сегодня. А страны с малым прибылью и так далее, им досталось всего 0,9% от общего количества вакцин. Это, конечно же, несправедливо. Поэтому вот именно с этой инициативой выступил наш президент. И резолюция ООН именно предусматривает справедливое распределение данных вакцин, чтобы люди и в бедных странах имели доступ к этому, и в богатых одинаково. Потому что в одном же выступлении даже я слышал, замечая нашего президента, что Канада закупила такое количество вакцин, которое намного превышает даже количество их жителей. То есть эти вакцины им не нужны. Они просто будут портиться. Четыре раза, если не ошибаюсь. Да. Будут портиться. Но есть люди, граждане, особенно в Африке, в тех странах, в третьих странах, которые не имеют доступа к этому. И из-за того, что они не имеют, они просто потеряют свою жизнь. И в этом смысле я думаю, что это было очень важным глобальным составляющим требованием нашего президента. И все это поддержали. Мурат Малю, мне знаете, что действительно интересно, и что, мне кажется, так же повлияло на это решение продлить статус Азербайджана. То, что на сегодняшний день Азербайджан смог сплотить все 120 стран движения вокруг общей цели. Как вы и сказали, это и борьба с пандемией коронавируса, которая все еще, к сожалению, бушует на планете. И в то же время развитие солидарности и сплоченности уже пост-ковидный период, пост-пандемический период. Да, это уже следующий момент, о котором я хотел сказать. Но до этого я хочу еще пересказать некоторые другие моменты. Дело в том, что, как вы правильно сказали, сейчас после принятия этой резолюции Азербайджан готовит продолжение этой политики. А это будет связано именно с тем, чтобы, как вы правильно говорите, готовить страны к пост-ковидной ситуации, а именно восстановлению их экономики. И по этому поводу уже азербайджанское правительство будет готовить предложение провести очередное заседание, в том числе Организации Объединенных Наций. Вы сказали, что о сплочении этих государств. Я скажу, что в ходе председательства Азербайджана Азербайджан смог добиться, что на конференциях данной организации участвовали многие международные организации. Также представители, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Евросоюз. Председатель Ассамблеи Организации Объединенных Наций и впервые руководство Европейского Союза. Абсолютно. Это показывает, что благодаря политике руководства данным движением Азербайджана влияние этой организации увеличивается. На международном уровне. На международном уровне. И многие международные организации, такие влияющие, как Евросоюз, уже впервые начали участвовать. Кстати, Российская Федерация высказала желание стать страной-наблюдателем данной организации. Это одобрили. Да, это тоже, конечно же, в результате деятельности Азербайджана. Потому что Азербайджан своим примером показывает, что он, во-первых, солидарен со всеми этими странами. Во-вторых, есть принципы. Десять принципов этой организации. И наша страна именно поддерживает эти принципы. А это что? Это не вмешательство внутренних отношений других. Это защита суверенитета. Это не угроза, допустим, третьим странам. И так далее, и тому подобное. И здесь самое важное, я хочу сказать, что и эти организации тоже понимают отношения Азербайджана. И они нас поддерживали в нашей справедливой борьбе во время 44-дневной событий в прошлом году. Дело в том, что, помните, зрители наши помнят, что летом прошлого года была провокация в отношении Азербайджана на границе с Торозом. Абсолютно. На то высоком направлении. И вот тогда на уровне министров иностранных дел, значит, движение неприсоединения высказало свою поддержку Азербайджану. Территориальная целостность Азербайджанской республики. Это высказывалось, прошу прощения, с 2012 года активно принимались резолюции на различных уровнях в рамках движения неприсоединений, которые как раз-таки поддерживали позицию Азербайджана урегулирования конфликта мирным путем, но в рамках территориальной целостности Азербайджанской республики. В ходе 44-дневной войны по завершению тоже было заявление руководителя этих стран. И самое интересное и очень важное, я всегда стараюсь это отметить, дело в том, что в ходе 44-дневной войны Совете безопасности Организации Объединенных Наций, определенные страны, члены Минской группы хотели провести абсолютно несправедливую резолюцию в отношении Азербайджана. И эта резолюция оказала бы для нас не очень хорошее влияние. И в данном конституции, кто нас поддержал, 7 государств, членов движения неприсоединения, высказались, что в этой резолюции должны быть отмечены именно 4 резолюции Совета безопасности, которые были приняты в 90-х годах и которые обязывали армянские вооруженные силы незамедлительно освободить эти территории. Именно после их предложения, те страны, которые хотели это провести, они отказались от этой идеи. Поэтому дело в том, что вот, а почему они нас поддерживают? Потому что Азербайджан тоже им оказывает поддержку. Уважение. Уважение. Дело в том, что вот мы говорили о борьбе с ковидом. Азербайджан выделил на борьбу с ковидом 10 миллионов долларов. В семейной организации. Да, в семейной организации здравоохранения. Половина этой суммы была направлена именно к помощи странам, членам неприсоединения. То есть Азербайджан одновременно, ведя войну в таких трудных, честно скажем, условиях, мы все-таки и сами нашли средства помочь и нашим друзьям. Но в то же время мы тоже чувствовали крепкую моральную поддержку всего движения неприсоединения на период 44-х дневной войны. Конечно, абсолютно. Вот в начале нашего разговора я говорил, что когда эта режима создавалась, эти страны, которые слишком перетерпели от мирового империализма, от колонийализма до стандартов двойных, и они очень хорошо нас понимали. И в данном случае, и многие из них даже через это прошли, поэтому солидарность вот именно была видна вот так, как вы сказали. Мурат Малимов, а у меня к вам такой вопрос будет, в частности, когда Азербайджан только стал членом этого движения, ведь были даже те, кто говорили, ну как же Азербайджан сможет балансировать между Европейским Союзом, Североатлантическим Альянсом, сотрудничеством с другими какими-то движениями, альянсами, организацией объединенных наций, и в то же время быть членом движения неприсоединения блока, который практически не участвует ни в каких военных структурах, военных альянсах, а именно поддержит вот эту политику движения неприсоединения, но ведь Азербайджан смог. Он до сих пор, до сегодняшнего дня, налаживает и укрепляет очень тесные отношения с Евросоюзом, с Организацией объединенных наций, между прочим, именно председательствуя в этом движении. У этого движения выработался очень широкий импульс взаимодействия с Организацией объединенных наций, нас поддерживает, как мы до этого с вами отметили, как раз-таки высшие чины этих структур, Евросоюза, ООН приезжает именно в Азербайджан и подчеркивает важную деятельность Азербайджана. Новый директор Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, как раз-таки президент, когда приезжал в Азербайджан недавно, он также подчеркивал важную роль Азербайджана во всех этих процессах. Так вот, как все-таки Азербайджану удается найти баланс, выстраивать такую мультивекторную дипломатию и параллельно быть достойным членом движения и неприсоединения? Дело в том, что нашу внешнюю политику формирует наш президент. И он эту политику проводит очень тонко, с учетом интересов Азербайджана и учетом интересов международных организаций. До сих пор Азербайджан не вступил в НАТО и не собирается. Азербайджан не вступил в ОДКБ и не собирается. Азербайджан свои внешнеполитические отношения с многими международными организациями, так и с соседями выстраивает на основе обоюдных интересов. Поэтому без того, чтобы оказывать какое-то влияние на третью сторону. Это очень важный фактор, это всегда учитывается. И в результате этого Азербайджан смог создать модель именно такой политики, в результате которого у него создались очень хорошие отношения практически со всеми странами, за исключением одной, как мы знаем, Армении. И даже не говоря о движении неприсоединения, мы можем говорить, что Азербайджан находится в такой трудной геополитической точке зрения регионе. У нас вокруг страны, которые друг с другом определенные проблемы, некоторых вражеских отношений, но Азербайджан смог с ними выстроить совсем очень хорошие отношения. У нас шикарные отношения с Ираном, с Израилем, Грузией, Россией. Хотя у них между собой достаточно проблем. Именно поэтому порой Азербайджан выступает в качестве посредника, как, например, Израиль и Турция. Азербайджан очень хорошо дипломатично ведет отношения как с братской Турцией, с братским Израилем и даже может выступить посредником, чтобы политические взаимосвязи между Турцией и Израилем наконец-таки приобрели более насыщенный и развивающийся характер. Вы, конечно, правильно сказали. Я думаю, что Азербайджан выступает. Может быть, мы об этом не говорим сейчас публично, но ведет определенную работу с Израилем, с Турцией. В свое время, когда отношения с Россией и Турцией тоже ухудшились, Азербайджан участвовал в этом процессе и добился результатов. Поэтому на сегодняшний день, как мы знаем, политика нашего президента создала платформу для участия во многих последних усилиях. И я думаю, что Азербайджан способен намного еще больше, чем мы видим. Абсолютно. Действительно. Сейчас интересно понять, как же дальше Азербайджан сможет развивать движение неприсоединения. Мы с вами сказали, что экономическая интеграция, постпандемический период, необходимость продолжать вести сбалансированную политику, в то же время уделять внимание и на ситуацию в регионе. Ведь, к сожалению, наши соседи Армении продолжают устраивать провокации как на границе, так и в зоне города Шуша. Мы знаем, это официальные данные, статистика зафиксирована. То есть, по этой тематике мы с вами еще поговорим. Но вот если определить, на ваш взгляд, на чем конкретно должна концентрировать свое внимание наша страна, чтобы движение неприсоединения развивалось еще более динамично, и самое главное, чтобы страны внутри этого движения находили баланс в той или иной ситуации, вне зависимости от дела касается Афганистана, ситуации в Афганистане, или же выстраивания двухсторонних партнерских отношений. Вот как сейчас Азербайджан действует. Конечно же, наша дальнейшая политика в этой организации должна происходить с учетом новых реалий. Как мы сказали, одним из главных направлений является постковидная ситуация. Это раз. Но второе, мы видим, что сегодня на международной арене приоритетными становятся все-таки вопросы безопасности. Как вы отметили, в территории Средней Азии, вокруг Афганистана, и в Пельсидском заливе, и так далее. Я думаю, что одним из дополнительных приоритетных направлений для Азербайджана по главе этой организации будут вопросы, конечно же, обеспечения безопасности в мире. Это очень важно. Мы видим, что на сегодняшний день та форма безопасности, которая была сформирована по завершению Второй мировой войны, а именно участие стран-победителей в Совете Безопасности, который обладает правом ВЕТА, на сегодняшний день не такая эффективная и не может обеспечивать безопасность на всей нашей планете. Мы были свидетелями этого, как страны, члены Совета Безопасности, вели абсолютно несправедливое участие в нашем Карабахском конфликте и в многих других регионах. Поэтому я думаю, что движение неприсоединения здесь будет играть определенную важную роль также и в требовании дальнейшего изменения вот этой системы нашей организации объединенных наций по реформированию ее. Если вы помните, во время Второй Карабахской войны однажды даже наш президент сказал, что мир уже состоит не только из пяти стран. И мы видим, что да, к сожалению, на сегодняшний день Совет Безопасности не отвечает требованиям и вызовам нашей цивилизации. А как ее реформировать? Потому что ключи находятся именно у тех стран, которые являются и обладают правом вето. Поэтому я думаю, что именно требования обращения стран неприсоединения могли бы дать какой-то толчок к этому тоже. Вот вы говорите, ключи находятся у пяти стран. Но как-никак геополитическую ситуацию и новые реалии нашего региона формируют сейчас страны региона, в частности Азербайджан, который сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, освободил свои территории и сейчас, можно сказать, протягивает руку помощи Армении. Сколько раз наш господин президент говорил, что Азербайджан готов подписать мирный договор. Какова реакция Армении? К сожалению, пока никакого ответа на это не прозвучало. Провокации продолжаются. Реваншистские настроения пока еще имеют место быть. И, к сожалению, мы видим, что есть те круги, которые, наоборот, пытаются каким-то образом подорвать этот мир. Чего, на ваш взгляд, все-таки добивается Ереван? Ведь население, проголосовав за премьер-министра Пашиняна на неочередных парламентских выборах, поддержало политику ту, что Пашинян провел в период уже завершения Второй Карабахской войны, когда поставил свою подпись по трехсторонним заявлениям. Так почему есть те силы, которые пытаются подорвать этот процесс? Хотят ли они втянуть третьи страны, то есть провоцируя Азербайджан открыть ответный огонь, и после этого они могут, допустим, обратиться в ОДКБ? Но ведь ясное дело, что страны ОДКБ тоже не готовы и никогда не были и не будут поддерживать Ереван. Всех стран по отдельности очень тесные и хорошие отношения с Азербайджаном, и никому не нужна эскалация той же России. Чего добивается Ереван? Кто может пойти на поводу Армении, на ваш взгляд? Дело в том, что когда мы говорим о ситуации между Азербайджаном и Арменией, мы должны учитывать один главный фактор. Тот, что Армения не является независимым государством. Армения сегодня, как в экономическом плане, очень зависима от внешних игроков. От диаспоры, от Франции, от Соединенных Штатов Америки и так далее. В том числе и в политических. Многие политические лидеры очень сильно связаны с международными структурами. И они в первую очередь выполняют и проводят политику в интересах именно этих государств, а не в интересах населения Армении. Вот это очень важный главный фактор, по моему мнению. Поэтому на сегодняшний день все, что происходит сегодня на границе, отказ от подписания мирного договора, от провокации, это все-таки, я думаю, что заказ внешних сил. Потому что по завершению Второй Карабахской войны, мы знаем, что активное участие в этом принимали Турция и Россия. Они создали совместный мониторинговый центр, они обеспечивают безопасность. И до сих пор мы видели, что плохо, хорошо, все-таки не было стрельбы. Но после выборов мы видим, что параллельно вот с этими провокациями активизировалась и дипломатическая риторика во Франции, в Государственном департаменте США. И это все идет параллельно. И это заставляет нас задуматься. А цепочка же не единственная, не одна цепочка общей деятельности. Поэтому я предполагаю, что все-таки представители Минской группы, которые остались вне урегулирования данной проблемы, хотят все-таки каким-то образом вернуться в регион. Но если здесь будет мир, здесь не будет спокойствия, повода для этого не будет. А что нужно делать? Нужно спровоцировать какие-то события, чтобы дать повод для проведения какой-то конференции, переговоров и тому подобное. Неужели Минская группа не может поменять ход действий, в целом введение подхода к ситуации? Можно принять новую реальность, можно свыкнуться уже с тем, что обратного пути нет, что единственное развитие для региона, в частности для Армении, если говорить в экономическом плане, это формирование новых альянсов, это выстраивание транспортно-логистической цепочки, многовекторной экономики, формирование каких-то новых проектов, железнодорожных, транспортных и не только. И здесь Минская группа может выступать в качестве посредника диалога, чтобы этот мир креп, и чтобы выстраивать какие-то интеграционные процессы между этническими армянами, которые проживают в Карабахе, помогать с возвращением наших вынужденных переселенцев, уже бывших, на эти территории. Ведь этим тоже можно заниматься. Не обязательно еще 30 лет просто собираться, обсуждать эту тему и никуда дальше от этого не отходить, чтобы спустя какое-то время делать заявления, порой достаточно необъективного характера. Неужели до них это не доходит? Я думаю, что это до них доходит, они это очень хорошо понимают. Просто вот сейчас вы сказали мнение, вот направление деятельности, ваше направление деятельности основывается на интересах населения Армении, Азербайджана, региона, дальнейшего развития этого региона. А мы видим, что многие силы из ней этого не хотят. Вот в чем проблема. Если бы они этого хотели бы, Минская группа за 30 лет давным-давно бы решила бы этот вопрос. Теперь хорошо, когда война закончилась, как мы говорим, да, есть возможности, мы сколько предлагали, что, и господин президент говорил, что дайте ваше предложение по сконфликтному развитию ситуации. И я вот несколько раз на вашей студии тоже говорил, когда закончилась Вторая мировая война, Соединенных Штатов Америки приняли очень интересный, важный для всей Европы план маршала, финансовой поддержки. И благодаря этой финансовой поддержке вся Европа быстрыми темпами восстановилась. Сегодня почему бы в Минской группе, Соединенных Штатов Америки, Франции не выступить бы с таким предложением маршала для региона Южного Кавказа, для всех стран, не только для Армении, для Азербайджана, для Грузии. Но этого нет. А что мы видим? Мы видим всякого рода, опять нам навязывают словосочетания Нагорный Карабах, которого ничего не существует. Обсуждение статуса. Сказали же, нету. Почему опять это поднимать? Статуса нету и не будет. Почему? Потому что, вот давайте рассмотрим, аргументированно посмотрим. Дело в том, что если вы обсуждаете статус, и вы когда-то хотите, чтобы Азербайджан принял какой-то статус, гипотетически, как это возможно? Потому что в соответствии с нашей Конституцией, чтобы мы дали определенным регионам страны статус, мы должны провести референдум. И вот как вы представляете, что население Азербайджана после победы пойдет на референдум и будет голосовать для дачи статуса одному-двум населенным пунктам, находящимся на территории Азербайджана. Но это же нереально. Поэтому я все-таки думаю, что вот именно наличие этих переговоров, это все-таки метод, с которым они хотят оказывать давление на Азербайджан, и на, в свою очередь, и на Армению, тоже на определенные сели Армении. И тем самым оставлять свое влияние в этом регионе. Но, к сожалению, Азербайджан сегодня не такая страна, чтобы с ней можно было пользоваться этими рычагами. И, к сожалению, для них, но, в счастье, для нас как раз. Да, конечно, да. Мы за 30 лет показали, что когда в начале этих событий Азербайджан был слабый еще, у нас 20% территории было занято, у нас были более миллиона беженцев. Тогда Минская группа могла оказывать давление. Но сегодня Азербайджан самодостаточная страна, экономически независимая. Она решила все четыре, исполнила все четыре резолюции ООН. И сегодня, но она не приходит к своей границе, в рамках своего суверенитета. И сегодня страна-победитель предлагает что? Предлагает подписание мирного договора. А, между прочим, после Второй мировой войны что было? В частности, Германию тоже начали постепенно интегрировать в экономические процессы. На сегодняшний день это современный Европейский союз. Мы все знаем, как это по истории зарождалось. И сейчас Азербайджан говорит, мы не против, чтобы Армения также участвовала в интеграционных процессах. Мы не против принимать ее в какие-то крупные экономические процессы, открывать территорию Азербайджана для прокладки крупных транспортно-логистических проектов, которые бы могли связать Армению с Россией. Мы же это предлагаем, но в то же время, к сожалению, адекватной оценки со стороны некоторых кругов пока еще нет. И вот этой ситуации я бы хотела обратить ваше внимание, как раз таки вы затронули гражданское общество, вы сказали, что то, что мы сейчас обсуждаем, важность развития процессов, это в первую очередь важно для народа. И для народа Армении также, которая, мы все знаем, это не секрет, большими группами покидает эту страну. Это происходит уже на протяжении нескольких лет. Они переезжают в Россию, в другие страны постсоветского пространства, или же даже в Европу, в Америку, лишь бы только найти себе хорошую жизнь. Но ведь это все можно остановить. Можно создать такие условия, что граждане будут жить припеваючи в этой стране. Потенциал, как бы говоря, имеется. И вот даже если посмотреть, неужели население этой страны, которое поддержало кандидатуру Николы Пашиняна на недавних выборах, и в то же время видя вообще вот эту ситуацию в регионе, как сказал наш уважаемый президент совсем недавно, достаточно сравнить, как Азербайджан относится к семьям шагидов, или как относится к своим солдатам, к военным, и как этот же процесс представлен в Армении. Азербайджан никогда не отказывается от помощи кому-то. Сколько квартир было представлено? Даже в период пандемии мы знали, что открывались новые объекты, жилищные комплексы, где именно наши военнослужащие, где семьи шагидов получали постоянную поддержку. В Армении этого нет. Так неужели народ не может действительно собраться и изъявить свое желание, что мы выступаем за мир, чтобы эти реваншистские движения поняли эту ситуацию и поняли, что у них нет будущего? Да. Ну, вы сказали о помощи нашей, нашим шагидам и раненым. Я бы тоже хотел об этом немного сказать. Дело в том, что недавно господин президент вручал ключи автомобиля и от квартир семьям шагидов и наших раненых. И там были озвучены цифры. Азербайджан более 10 тысяч квартир выделил своим военнослужащим шагидам, раненым, семянам. Более 7 тысяч автомобилей бесплатно. Мне интересно, в Армении хоть один автомобиль подарили? Хоть одну квартиру дали? Нет. Эти выводы должны делать Армения. Люди Армении должны делать выводы. Дело в том, что на протяжении нескольких поколений их воспитывали в отношении Турции, Азербайджана совсем по другой идеологии. Идеологии враждебности. Я даже приведу пример. Вот в 60-х годах в Ереване был создан этот пантеон в погибшем геноциде. Как вы представляете, в советское время вдруг в одной из республик разрешают строить подобного рода пантеон, связанный с тем, что якобы в отношении этого народа со стороны Турции был совершен геноцид. Никем не доказанный, кроме как самой Армении. Это был один из политических ходов. Дело в том, что это решение принималось на политбюро Советского Союза на основании справки Комитета государственной безопасности именно для того, чтобы воспитывать в этом населении, у этого народа ненависть к Турции, для того, чтобы оказывать политическое давление в отношении Турции и страны НАТО. Это было в 60-х годах. То есть вот такого рода воспитательная работа проводилась над этим народом в несколько поколений. Им сейчас трудно освободиться от этих идеологических оков. Им трудно. Но они должны найти решение. У них сегодня открывается историческая возможность сломить это все и открыть дорогу, светлый путь для развития армянского населения в этом регионе. Потому что Азербайджан, несмотря на то, что страна победитель, она протягивает руку им. Турция, которая закрыла границу, мы слышали заявление господина Эрдогана, он тоже сказал, что мы закрывали границу из-за того, что Армения оккупировала сегодня этих проблем нет. Мы тоже готовы начать. Но я приведу пример. Один из лидеров армянской оппозиции, Качарян, выступая по центральному российскому телевидению, по интервью господина Познера, он сказал, что я выступаю против открытия границы Армении с Турцией. Потому что турецкий бизнес придет в Армению. А турецкий бизнес придет в Армению. От этого кому будет плохо? Это будут дополнительные рабочие места. Уж точно не население. А почему он не вспомнил, что 100 тысяч армян сегодня проживают в качестве нелегалов в Турции? Они живут там, работают, зарабатывают, отправляют деньги в Армению, пользуются бесплатной медицинской помощью, возможностью учиться в Турции. Турция создала эти условия армянам, несмотря на их этнические принадлежности. Я не говорю о гражданах Турции. Я говорю о нелегалах. То есть страны-победители, Азербайджан и Турция, готовы на эту интеграцию и создают возможность для армянского населения. Но им нужно сесть и подумать, принять решение. Или их страна будет развиваться в интересах именно своего населения. Или, как до этого было, они будут проводниками политики внешних игроков в этом регионе. Это к хорошему не приведет, как это случилось в данный момент. Когда будут зарабатывать деньги бизнесмены, правящие элиты, а при этом население опять будет либо эмигрировать из этой страны, либо же сводить концы с концами. Если не будет достойного подхода к этой новой геополитической реальности. Я бы хотела обратить ваше внимание, раз уж мы заговорили о церемонии вручения ключей от квартир. И там господин президент сделал очень интересное заявление, в том числе и касаясь восточного и западного Зангизура. И эту тему мы моментально стали цитировать во многих армянских СМИ. Как бы мы ничего такого лишнего не сказали. Мы сказали об истории, об исторических фактах. А мы знаем, как Армения очень любит ссылаться на историю, как она ее чтит. Но при этом вся их история больше сфальсифицирована и основана на каких-то необоснованных аргументах. Азербайджан же имеет все основания утверждать, что это как раз таки исторические земли. И, соответственно, азербайджанцы, этнические азербайджанцы, они имеют право там жить. Почему такая реакция последовала после этого? И моментально даже некоторые армянские круги, подхватив эту тему, стали говорить, вот видите, Азербайджан готовится к новой войне. Разве мы имеем в виду это? Знаете, у армян уже не осталось никаких рычагов давления. Они пользуются всякими доводами, чтобы в какой-то форме оправдать свое существование, можно так сказать. Я бы хотел отметить по этому вопросу свое мнение. Дело в том, что, почему президент говорил об этом? Дело в том, что Армения отказывается подписывать мирный договор. Что это значит? Это значит, что Армения отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана на сегодняшний день. Хотя она ее и признала. Она признала ее в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках ОБСЕ и Алма-Атинских договоренностей, когда Советский Союз разбалился, так можно сказать. Но на сегодняшний день она не хочет признавать. Но если она не хочет признавать, тогда Азербайджан тоже не будет признавать территориальную целостность Армении. И при этом мы вспоминаем о том, что в 1920 году это было решением большевистского правительства Советской России. И даже есть письмо министра иностранных дел Чичерина, обращение, в котором он говорит, что чтобы успокоить Дашнаков, мы должны эти земли передать им, Зангизузские земли передать им. И это решение было принято председателем Закавказской Федерации, куда входили Грузия, Азербайджан, Армения. Тогда возглавлял его Арженкидзе. И на основании этого, вот таким волонтальским решением, эти земли были отобраны у Азербайджана и переданы Армении. Это исторический факт, это есть и в картах, как говорит наш президент, это есть в истории, все это открыто. Но если вы не признаете нашу территориальную целостность, мы тоже можем предъявить вам подобные требования. Это просто вам предложение, подумайте сначала, когда вы заявляете о чем-то. На сегодняшний день таких разговоров перед правительством Азербайджана не стоит. Азербайджан выполнил свою задачу, он вышел на свои границы. Есть другой момент, есть другой момент, что в соответствии с соглашением от 10 ноября армянская сторона должна создать все условия для открытия коридора между Нахичеванием и Азербайджаном, так называемый Зангизусский коридор. И мы знаем, что Армения вынуждена будет открыть этот коридор. Но до этого мы слышим разного рода заявления с их стороны многозначительный, иногда противоречит друг к другу. Но они не могут понять, что открытие Зангизусского коридора входит в общий контекст соглашения от 10 ноября. Дело в том, что азербайджанские вооруженные силы остановили свое движение именно благодаря тому, что Армения согласилась освободить Агдам, Кельбаджа, Латчин и одновременно открыть коридор. Но если вы выступаете против этого момента, то вы ставите под сомнение все это соглашение, гарантом которого является Россия. И в этом случае Азербайджан может подумать, а почему мы должны поддерживаться этого соглашения. Может быть мы тоже продолжим с того места, где мы остановились. Это просто небольшое предупреждение армянской стороне, их политологам, когда они говорят, пусть они делают выводы, что когда они говорят, то есть на основании их слов можно сделать соответствующие политические выводы. И это будут результаты не лучшие для вас. Иногда вот мы слышим, вот недавно это было, они пригласили свое министерство, которое до сих пор не могут найти министра назначить иностранных дел, представителей стран, послов стран, которые их дипломатические представители посетили недавно в Шушу и выразили им ноту. Ну что за? Вот это как раз таки я даже по этой теме интересный пост опубликовала, что получается, что министерство иностранных дел, где непонятно пока еще кто министр, выступает против премьер-министра, как бы премьер-министр сам ставил подпись по трехсторонним заявлениям и по этому заявлению эта территория передавала, то есть возвращала Армения. А Шуша на тот момент уже была у нас. И сейчас выдавать ноту послам тех стран, которые посетили до этого культурную столицу Азербайджана, город Шуша, получается, что МИД против премьер-министра или как это у них вообще? Дело в том, что мы не знаем, кто это решение принимает там дело. Там не было министра, там не было заместителей министра, тоже ушли, кто это, начальники отделов или кто это в канцелярии, гардеробщики это ноту пишут и так далее. Можно об этом долго говорить. Но, конечно же, дело в том, что мы видим, что государственные институты Армении еще трудно назвать как бы институтами государства. Они еще не сформировались. Мы часто видим, что министерство, мы уже видели, министерство обороны выступало против премьер-министра, премьер-министра его не мог снимать, президент делал одно заявление, премьер-министра совсем другое, и мы уже с этим свыклись. Но я бы хотел заметить другой факт. Почему армяне, армянская сторона обращается к этим послам, к этим странам с претензией? Ведь Шуша была у вас. Если вы были такие смелыми воинами, вы бы ее удержали либо, вы когда 9-го числа ночью подписывали это соглашение, у вас была 20-тысячная группировка вооруженных сил, находящихся в Ахдаре и Ахдаме. Так защитили бы Шушу? Зачем претензии к этим? А зачем защищать то, что не принадлежит им? А вот. А почему не защитили? Потому что вы сами знали, что это вам не принадлежит. И поэтому... Ну и плюс наши так действовали, наш спецназ, что я думаю, у них даже шансов не было. Только погибли бы еще больше. Абсолютно верно. Но дело в том, что если вы говорите, что это ваши земли, требовали, вы просто позорно бежали. И ночью, 9-го числа, ваш премьер-министр, мы даже не знаем, где и в каких условиях он у вас подписал это соглашение. Хотя, я бы сказал бы, ему не надо было прятаться. Может быть, в будущем, через много поколений, в Армении люди поймут, что вот именно это соглашение стало основой для нормального развития армянского государства. Потому что сейчас открываются новые перспективы, новые возможности именно для развития Армении как независимого государства, как нормального государства, которое воспринимает своих соседей не как врагов, а как дружественные страны, которыми он торгует, сотрудничает и вместе строит безопасный Южный Кавказ. Азербайджан готов строить безопасный Кавказ, даже выступать движущей силой Южного Кавказа. И мы очень надеемся, что благоразумие наших соседей восторжествует. И, как сказал наш уважаемый президент, в любом случае азербайджанцы, наши беженцы вернутся на свои родные земли, где они проживали десятилетиями, веками и откуда были насильно изгнаны. Сейчас идет весь процесс, чтобы вернуть справедливость. Мы на верном пути. Спасибо вам большое. Спасибо. Никто в этом не сомневается. Абсолютно. Спасибо вам еще раз. Благодарю вас за интересные и насыщенные ответы. Я уверена, что наша дискуссия расставила точки над «и» во многих вопросах. Благодарю вас. Спасибо вам за приглашение. А я напоминаю нашим телезрителям, что это был специальный выпуск на телеканале CBC. Обсуждали мы председательство Азербайджана в движении «Неприсоединение», которое было продлено еще на один год, до 2023 года. А также в целом процессы вокруг Карабаха. Ситуация, которая развивается на границе между Арменией и Азербайджаном и дальнейшее будущее процессов в нашем регионе. Все это время у нас в студии был политический обозреватель Мурат Саддадинов. Оставайтесь с телеканалом CBC. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова